Тема моей проповеди сегодня называется «Поклонение в Духе и Истине». Я сегодня рад, что я буду проповедовать проповедь Иисуса Христа. Вы скажете, как это? Мы же всегда Иисуса Христа проповедуем. Но сегодня я именно расскажу проповедь, которую Иисус Христос сказал самарянке, а я вам ее просто перескажу. Но вы знаете, что все проповеди Иисуса Христа, они очень мощные, очень глубокие. Я сам, читая эту историю, я был вдохновлен, я был окрылен. Я думаю, что вы сегодня узнаете много деталей, фактов, глубоких в этом диалоге, который произошел там давно. Итак, известная история, но прошу вас внимания, следите, как меняются темы в их беседе. Кто знает, сколько тем они затронули в их беседе? Узнаем. Смотрите, как они сменяются и с какой последовательностью они идут. Итак, читаем Иоанна 4 глава с 9 по 23 стих. Женщина самарянская говорит ему. Это встреча Иисуса у колодца с самарянкой. Как ты, будучи иудей, просишь пить у меня самарянки? Ибо иудеи с самарянами не сообщаются. Иисус сказал ей в ответ. Если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе, дай мне пить, ты сама просила бы у него, и он дал бы тебе воду живую. Женщина говорит ему. Господин, тебе и подчеркнуть нечем, а колодец глубок. Откуда же у тебя вода живая? Неужели ты больше отца нашего Иакова, который дал нам этот колодец? Иисус сказал в ответ. Всякий, пьющий воду сию, вас жаждет опять. А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я даю, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную. Женщина говорит ему. Господин, дай мне этой воды, чтобы мне пить и не иметь жажды, и не приходить сюда черпать. Иисус говорит ему. Ей, позови мужа твоего и приди сюда. Пауза. Женщина отвечает. У меня нет мужа. Иисус говорит ей. Правду ты сказала. Нет мужа. Ибо у тебя было. Раз, два, три, четыре, пять. Ох, как больно. И тот, с кем ты сейчас живешь, не муж тебе. И это справедливо ты сказала. Женщина говорит ему. Господи, вижу ты пророк. Отцы наши поклонялись на этой горе. А вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме. Иисус говорит ей. Поверь мне, что наступает время. И настанет время, что уже не будет разницы, на какой горе поклоняться. В Иерусалиме или на горе настанет время, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине. Ибо таких поклонников ищет себе Бог. Итак, друзья, вначале хочется вам сейчас задать вопрос и проверить наши библейские знания. Как вы думаете, кто такие самаряне? Я думаю, что для верующих мы вроде бы давно слышали о них. Вопрос, где они встречаются в Библии? Кто может вспомнить? Вот это слово «самаряне». Сколько раз они встречаются в Новом Завете? Вспоминаем, вспоминаем, вспоминаем. Помните? Добрый. Громче отвечайте. Самарянин. Была такая история. Потом еще историю, которую вы не забыли. Мы сейчас ее прочитали. Самарянка у колодца. Кто же эти? Самарянин, самарянки. Кто эти люди? Вы знаете? Кто знает, кто они такие? Откуда они взялись? Почему между ними вражда? Вот об этом сегодня и мы поговорим. Но вначале квиз, тест. Итак, самаряне. Просто для размышления, чтобы мы не дремали. Итак, это нечистокровные иудеи. Вариант ответа. Второй вариант. Самаряне – это ассириане. И третий вариант. Это евреи, которые жили в Иудее. Правильный ответ. Правильно вы сказали. Правильный ответ – нечистокровные иудеи. Это самое простое такое определение, кто же эти люди. Но более подробное, кто они и откуда они взялись, я вам сейчас расскажу. Итак, самаряне – это люди, которые возникли из истории после смерти царя Соломона. Раньше, до этого момента, израильское царство было одно единое царство. После смерти Соломона. Во время царствования царя Раваама. Израильское царство делится. Происходит деление, разделяется на два царства. Южное и северное. Итак, южное царство по-другому называлось Иудея. Сколько там колен израилевых было? Два. Северное царство или по-другому называлось Израиль. Там было десять колен. Итак, смотрим на карту. Вот люди пришли в обитованную землю, евреи. У них было двенадцать колен. И вот здесь вот разделенные земли, которые были разданы каждому колену. Их было двенадцать. На следующем слайде вы видите всю карту как монолит. Они вот все единое царство синим цветом. Вот это израильское царство как одно. А на следующем слайде вы видите уже произошло деление. Зеленым цветом это северное царство, которое называлось как? Израиль. Сколько там колен было? Десять. Южное царство называлось как? Иудея. И там было сколько колен? Два. Столица южного царства какая? Иерусалим. А столица северного царства стала какая? Впоследствии стала Самария. Видите, я намекаю. Самария от слова самаряне. Вот они где-то оттуда. Дальше, друзья, произошло такое, что северное царство Израиля, оно попало под оккупацию. Его завоевал какой царь? Ассирийский. И он увел в плен, угнал десять колен израилевых. И за этот период, когда израильский народ был уведен в плен, за этот период евреи, израильтяне, которые там жили, они стали жениться и выходить замуж за другие народы нации. То есть, за язычников. И тем самым, они не только осквернялись, что они выходили, женились на других народах, но также в этот период проникало язычество. Было влияние разного идолопоклонства, которое было там вокруг. Параллельно, Иудея, Южное царство, тоже было завоевано. Каким царем? Вавилонская империя. Завоевала Южное царство. И вот оба царства были в плену определенный период. Но в Вавилоне иудеям разрешили жить отдельно, не смешиваться с другими народами. И они сохранились, сохранились как чистая нация. Потом прошло время, и при царе Кире, израильскому народу, Северному царству, и иудеи, Южному царству, разрешили вернуться в свои земли из плена. И вот когда они вернулись, то они начали восстанавливать разрушенный Иерусалим и Иерусалимский храм. И вот здесь произошел конфликт. Иудеи из Южного царства не допустили, не разрешили израильтянам, из какого царства? Северного. Помогать им отстраивать город, а тем более святой Иерусалимский храм. Как вы думаете, почему? Потому что они им сказали, вы уже не чистые евреи. Вы смешали вашу кровь с другими народами. И вот почему вы не имеете части. Вам нельзя поклоняться в Иерусалиме. Тогда Северное царство, Израиль, который стал называться впоследствии Самария, от столицы города Самария. Они тогда сказали, ну окей, раз так, раз нам нельзя поклоняться в Иерусалиме. Нет проблем, тогда мы построим свой храм для поклонения. И они это сделали на горе Горизим. На следующем слайде вы можете посмотреть расстояние между этими местами. Вот видите, внизу здесь Иерусалим. А там чуть выше, красной стрелочкой, показывается гора Горизим. Между ними дистанция это 30 миль на север от Иерусалима. Буквально очень близко они жили и вот друг с другом постоянно спорили, где правильное место поклоняться. Когда там построили они храм, жертвенник для поклонения, самаряне, иудеи из Южного царства, им эта идея очень не понравилась, они сказали, что никогда нужно поклоняться только в единственном месте, это Иерусалим. И они настолько рассорились, настолько произошел конфликт между ними, из-за чего? Где правильное место поклонения? Они друг друга не признавали. Те нечистые, те чистые евреи, помните, да? И между ними стала такая вражда, что они перестали друг с другом разговаривать. Вот эти все детали помогают нам понимать контекст диалога Иисуса Христа с самарянкой. Но, друзья, самаряне получились итог, как они стали существовать. Когда евреи, израильтяне из Северного царства начали жениться на других народах, то их дети, их потомки, которые родились не от чистых евреев, стали называться самарянами. Вот откуда они произошли. Это нечистокровные иудеи из Северного царства, которые поспорили и разругались, где нужно правильно поклоняться. Итак, дальше, друзья, в нашей истории мы видим, что когда Иисус начинает свой диалог с самарянкой, первое, что она удивляется, эта женщина, она говорит, как ты, иудей, заговорил со мною? То есть для нее это уже шок. Помните, они не общались. Иудеи даже старались не проходить через Самарию, они обходили длинным путем, чтобы только не проходить через Самарию, потому что общение с самарянами для них считалось осквернением. Они их просто считали, как заязычников. И вот в этом диалоге с Иисусом самарянка, первое, что она делает, она напоминает этому незнакомому иудею, что между нами война, между нами вражда. Как будто бы Иисус об этом не знал, она так на всякий случай, думает, попался какой-то иудей, такой новости не смотрит, она ему напоминает, между нами вражда. Ты что, не знаешь, что иудеи с самарянами не сообщаются? И здесь такие детали тонкие. Иисус, он как бы тонко игнорирует то, о чем она рассказывает, и начинает другую тему. Начинает ей говорить за воду живую. Представляете, как это может показаться со стороны некультурно. Подожди, мы сейчас говорим с тобой, вот наши новости, вот наше политическое положение, я тебе рассказываю как бы факты, а ты мне за воду. Почему ты тему меняешь? У нас вражда, понимаешь, у нас война. А ты мне тему так раз, давай вернемся к теме. Это вообще не культурно менять тему. Но Иисус продолжает, игнорируя этот факт вражды, и он этим самым дает нам ценный урок. Он показывает, несмотря на то, что он все прекрасно знал, что он своими устами, словами, эмоциями, поведениями, он не будет разжигать ссору. Он не будет подливать масло в огонь. Он не будет делать этот конфликт еще больше. Он его мирным путем проходит, демонстрируя дух Христа в этом конфликте. И дальше еще один глубокий урок, что нам, как людям, смотря на эту историю, можно сделать вывод, что нельзя всех людей ставить под одну гребенку. Что имеется в виду? Все такие. Вот все иудеи такие. Все самаряне такие. Нечистые, нехорошие. Они никогда не помогут, никому даже воды не дадут. Не все. Самарянка была готова. Вот все иудеи, они такие жестокие, такие грубые. Они такие, они только себя считают, что они правильная раса, нация, а всех остальных считают ни за что. Все иудеи такие. Нет, не все. Вот иудей. Не все такие. Это все равно, что сказать, что все верующие такие. Вот все верующие, они вот такие-сякие, вот я знаю того-того. Все верующие такие. Нет, не все. Неправда. Нельзя всех делать одним цветом. Сегодня это все равно, что сказать, что все русские такие. Все, все вот они, вот они все такие. А украинцы, они вот все вот такие. Какие удеи с самарянами. Они вот все такие. Нет, не все. Иисус демонстрирует, не все. Нельзя говорить, что все. Он показывает на конфликте между самарянами и иудеями, что неправильно приписывать общие недостатки, грехи общества каждому человеку, который принадлежит этой нации или обществу. Для верующих это очень глубокий урок. В наше время сегодня. Иисус демонстрирует, что он смотрит на людей совершенно по-другому. Независимо от географического положения, независимо от политического напряжения, независимо от экономики, от всего-всего-всего, он на людей смотрит, как на людей. Ему без разницы, самарянка ты, или иудейка ты, русский или украинец. Ему, он смотрит на людей, как вот ценность души. А люди ему напоминают, Христос, ты смотри, с кем разговариваешь. Ты смотри, с кем ты там дружишь. А Христос показывает, приоткрывает себя, как Мессию, Бог. Вот сердце Бога. Вот сердце Бога. И знаете, друзья, здесь важно понимать, что для Христа не существовало разделение между людьми. Иисус показывает сущность, но это, друзья, только лишь вступление. Первый пункт. Не прикрывай свое состояние церковными недостатками. Что я имею в виду? Не прикрывай свое духовное состояние церковными недостатками той церкви, где ты находишься или ходишь. Контекст диалога, беседы Иисуса с самарянкой был вопрос места, где правильно поклоняться. Вот на этом был конфликт. Ненавидели друг друга так, что не разговаривали. И здесь евреи поклонялись Иерусалиме, самаряне поклонялись на горе Горизим. На этой фотографии следующей вы увидите, где эта гора находится. И вот на этой горе они имели там свой храм. И во время беседы самарянка, она вспоминает отца Иакова. Здесь она намекает, дает ему понять, что для нас, нашей традиции, это крайне важно. Вспоминая своих предков, она ведет к тому, что традиции, ритуалы для нас очень важно. И здесь, друзья, обсуждаются, какие темы у нее с Христом, о чем был главный спор, где правильно поклоняться. То есть темы были какие? Религиозные. Темы были духовные. Это настолько было для них принципиально. Духовные убеждения были настолько твердые, что они из-за этого враждовали. Духовные убеждения. И вот пока не обсуждают эти религиозные разногласия, вдруг неожиданно Иисус задает ей неудобный вопрос. Подсказка, тема меняется. Касаясь ее личной жизни, начинает будить ее совесть. Спрашивает у нее, ну, насчет поклонения, где правильно поклоняться, приведи своего мужа. Она ему отвечает, так, не сразу. Как же это ответить? Что за вопрос странный? Мы тут обсуждаем такие темы духовные, а тут раз так, ну, ладно. У меня нет мужа. Просто жалко женщину. Ну, если нет мужа, какие мысли могут быть со стороны? Вы там вот стоите, подслушиваете. Ну, наверное, вдова. А может быть, не вышла замуж. Ну, просто жалко человека встает. Так смотришь, ответы такие правильные у нее. Такие общие, такие как бы глубокие, такие продуманные. Вот, ну, нет мужа. Молодец. Ну, хорошо, как бы, типа, ну, давай это самое, не будем мою личную жизнь трогать. Давай вернемся к теме. Иудеи, давай вернемся к теме. Какая тема была разговора? Поклонение. Тема духовная. Зачем нам копаться в грязи, если нам можно поговорить о чем-то духовном? И она меняет тему. Если вы следили за текстом, там такие детали шикарные. Вот начинается тема, потом раз так, она так меняет снова. Так вы говорите, что, значит, поклоняться нужно там. Подожди, подожди, подожди. Не съезжай с темы, не съезжай с темы. Держись, 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 держись нашей темы. А она думает, подожди, так при чем тут мы говорим о духовных вещах? А ты мне за мою... Ты мне такие личные вопросы задаешь, неудобные. Может, ты хочешь еще мой телефон проверить? Что за разговор? Лучше о духовном говорить, а не второстепенном. Улавливаете мысль? Ну, Иисус как бы ладно ответил, нет у меня мужа. Ну, Иисус копает глубже. Нет у тебя мужа, а бойфренд? Ну, вообще уже, Лэк. Ну, просто... Ну, я не знаю, таких еще не встречало иудеев. Ну, зачем лезть в мою жизнь? Ну, мы говорим нормально, как цивилизованные люди, на духовные темы. Ведь это же намного, ну, лучше, наверное, говорить на духовные, религиозные темы, обсуждать слово Божье. А тут бойфренд, да бойфренд. И тот, с кем ты сейчас спишь, имеешь, не муж тебе. Хочется, не знаю, уйти, убежать, ляснуть как-то. Ну, ты что? Ну, что за разговоры? Реакция. Ну, и здесь, друзья, она отвечает. Она говорит, нету. Иисус ее хвалит и говорит, правду ты сказала. Правду ты сказала. Ключевой момент. Правду. И дальше, друзья, важно еще заметить, что она не имеет уже пять мужей, не потому, что она их всех похоронила. И так же можно подумать, ну, все пять. Нет, я не думаю. Это не уточняется в Писании, но я не думаю, что она их похоронила. Это, возможно, своим поведением вероломным, нечистой, может быть, жизнью, вынуждала их разводиться с нею. Или, может быть, сама какими-то такими левыми, лукавыми путями разводилась с ними сама. То есть, одним словом, жила греховной жизнью, стабильной, греховной, лукавой. А со стороны смотрелась нормальной женщиной. Но здесь важно еще, друзья, увидеть вот что. Когда с тобой разговаривает Бог, Он видит все. Знает все. Твои мысли знает. Знает все за твою жизнь. Все тайны твои знает. И когда Он ей говорит это все, вот здесь вот начинается, для нее, Он приоткрывает ей, кто Он есть. Что Он Мессия. Он Бог. Он знает о тебе абсолютно все. И скрываться нет никакого смысла. И все вопросы вообще не случайные. А темы, которые ты подняла, духовные темы, прославление, стиль, служение и так далее, это вообще не важно. Это вообще второстепенно. Самое важное, это твоя личная жизнь. И Иисус переводит фокус с религиозных тем на личную. На ее личную, закулисную жизнь, о которой никто не знает. А начали с поклонения. А закончили, поняли где. Кажется, как так можно туда добраться? Общаясь на духовные темы. Иисус копает, конечно, глубоко. Она в шоке от вопросов. Она пытается поменять тему. Но так же происходит, друзья, и у нас в жизни. Здесь важно видеть параллель. Когда мы, люди, верующие, нашего времени, мы иногда спорим о форме служения, о месте служения, где правильно молиться, где правильно поклоняться, как, какой стиль, вот вы думаете сейчас вот за стиль музыки, прославления. И кажется, правда, у каждого есть мнение, ну, вообще-то, кажется, такие песенки подобрали, а вообще и музыка громкая, вообще зачем она нужна, эта музыка, ну, и вообще группа такая. Ну, вы знаете, вот вообще тут стиль вот этой церкви, кажется, ну, так себе, как бы, ну, вот как бы хорошо, но хотелось бы, хотелось бы, хотелось бы покаяться? Хотелось бы покаяться? Да нет, мы вообще обо мне не говорим, мы говорим за духовные, церковные вещи. Ну, я понимаю. Вот хочется как бы, ну, давайте еще порассуждаем, как бы, вот, ну, как вот вы думаете, ну, вот, ну, не знаю, певцы, музыканты, ну, вот, вот эта форма служения, а какие песни петь, а как одеваться, вот вы не думаете, вот, а как вот в церкви одеваются, может быть, насчет этого поспорим, может быть, поспорим там еще насчет стиля, какие песни петь, со сборника или нет, быстрые, медленные, и мы так рассуждаем, как бы, рассуждаем на эти все темы, а Иисус как будто бы намекает и говорит, слушай, при чем здесь форма служения? Если ты говоришь о поклонении, и у тебя есть мнение, как оно должно быть, и ты споришь, как спорили уже до тебя и самаряне, и иудеи, как бы все спорили на духовные темы, а Иисус так раз и спрашивает у тебя за личную жизнь, ты же хотел поговорить на духовные темы, вот давай и поговорим, так я же сказал, на духовные, вот это оттуда и начинается вся духовность, из твоей личной жизни, тайной, у тебя проблема с Богом, ты живешь в грехе, ты живешь двойной жизнью, а ты тут пытаешься решать, других людей обвинять, как-то тебе чего-то не хватает духовно, тебе хочется поменять какое-то место, сказать, а я пойду в другую церковь, а там прославление круче, там лучше, ну иди, хоть на луну, ну ты же понимаешь, ты туда придешь со своими проблемами, вопросы со стороны Бога будут те же, твое прославление, поклонение начинается не с стиля, не с формы внешней, не даже от песен, не музыки, стиля, начинается все намного глубже, она пытается рассказать Иисус, ну вот вы там поклоняетесь, а мы здесь поклоняемся, а у нас правильно, вы неправильно поклоняетесь, вот ваша форма служения такая, вот в Джиксонвилле, ну не будем как бы говорить, а давай о тебе поговорим, вы знаете, оно как-то так не нравится нам, потому что, представьте себе, что вы так пришли на домашнюю группу, например, да, и так, ну, беседуете там на духовные темы, и вроде бы Слово Божие разбираете, и вы так сидите, и рассуждаете на религиозные темы, пьете так, чаек попиваете, и вдруг тебя спрашивают, а ты порнографию смотришь, и ты так раз растерялся, ты что, мы тут Библию разбираем, а ты такие вопросы задаешь, аж чуть чай не вылил, и ты такой, ты чего тему меняешь, а? Мы же тут говорим о писании, о поклонении, а ты тут раз тут и спрашиваешь меня такие вопросы, и так человек раз растерялся, думает, ну тут домашние группы проходят, да, и думает как бы снова, давайте поговорим о поклонении, давайте лучше на духовные темы, а то вы тут такие цепляете, называется мне, я тут пришел в вашу церковь, сел так, как обычно, и так вот расслабился, так пришел, так сел, думаю так, ну, чего тут мне сегодня, такого интересного расскажешь, чтобы я не заснул, и так сидишь, так телефон вытянул, так пришел в церковь, и никак не ожидал таких вопросов, которые тебе в жар кидают, правда? А здесь так получается, как будто бы человек всю жизнь маскирует, всю жизнь играет, всю жизнь притворяется, но все на почве духовности, такой духовный, говорит о поклонении, как бы осуждает, как неправильно тут поклоняются, и все, а такие вопросы чуть глубже копни, то сразу чашка выпадает из рук, потому что кажется, ну, нет, нельзя, а здесь, друзья, как раз и показывает Иисус суть, с чего начинается поклонение, с чего оно начинается, откуда, вот именно оттуда, Христос говорит, в духе и в истине, вот оттуда, но мы же думаем, ну как, это же, наверное, имеется в виду в церкви, нет, как раз Иисус имел в виду, что не место влияет, не место все меняет, а в духе, в истине, у тебя внутри, вот там, оттуда, все начинается, и сегодня многие могут спорить о форме служения, какие песни петь, как одеваться, какой должен быть стиль, служение, говорят о недостатках, указывая на причины их духовного состояния, и мы оправдываем себя, если бы в церкви было прославление такое мощное, я бы, ну, я бы здесь расцветал, я бы здесь летал духовно, если бы здесь в церкви было такое прославление, а можно проверить твою историю в телефоне, подожди, мы о прославлении, ну если бы у нас тут такие проповедники были, если бы у нас тут такая церковь была живая, если бы молитвы были горячие, А ты дома на жену орешь? Мы о молитвах сейчас. А ты почему? А ты таксы сделал? Правильный ответ – сделал. Как? Не надо спрашивать. А у тебя отношения с детьми хорошие? Давай о поклонении. Давай о чем-то таком, что поднимает дух. Вот так вот, знаешь, хочется так подняться и просто парить. А то тебя так раз и приземляют, раз и приземляют. И ты так думаешь, ну что за диалог такой? Как я вообще попался в эту? Мы вообще начинали за другое. Мы начинали о поклонении. Как мы вообще заехали на эти темы? И вот так вот Иисус как бы так раз помогает, помогает человеку вырулить, как бы вырулить. И вот так раз вот туда глубоко, прямо в точку, прямо в суть показывает ему, куда нужно обращать внимание и на что нужно смотреть. А мы иногда можем Иисусу эту жалобу рассказывать, почему мы такие недуховные. Потому что дети достали, жена достала, там все неправильно, все виноватые. Иисус так выслушал эту жалобу, как все не нравится в церкви. И потом говорит, да, ты знаешь, ты прав. У тебя в жизни полный месс. Полный беспорядок у тебя в жизни. Я имел в виду в церкви. Он говорит, да-да, я понял, но у тебя в жизни полный месс. Так мы же сейчас о церкви. Я понял, но у тебя в жизни... Вот нужно оттуда начинать. Вот оттуда начинай. А потом будем разбираться за церковь, будем менять всех и все остальное. Ты же начни с того, что ты даже регулярно Библию не читаешь. Ты тут споришь о формах служения, ты даже Библию элементарно не читаешь. Дома просто Библию не читаешь. Как ты можешь говорить о поклонении, какие-то идеи у тебя есть духовные. Ты там можешь спорить на местописание, свои убеждения доказывать. Зачем? Ты сначала начни Библию читать. Просто начни ее читать. Регулярно открывай, читай. У тебя же на это нет времени. А мы о духовных вещах так говорим. Что ты думаешь об этом месте Писания? Ну, я думаю, что вы его неправильно понимаете. Есть только два мнения. Мое и неправильное. И оказывается, друзья, что человек, он за второстепенными вещами сам теряется, сам тонет. В этом диалоге Иисус Христос показывает людям суть проблемы. Что мы фокусируемся намного чаще и больше на других людях. На месте. Мы фокусируемся на форме служения. В форме поклонения. Вот как все должно быть. Чинно, красиво, традиционно. Мы держимся за ритуалы, еще за какие-то вещи. И это нормально их уважать. Но, друзья, Иисус Христос показывает на что-то намного глубже. Твоя личная жизнь. Твое состояние сердца. Как ты живешь в понедельник. Поклонение в духе и в истине это в понедельник. Это вторник. Это не воскресенье. В воскресенье тут можно поднимать руки и говорить. Аллилуйя. Говорит правильные слова. Тут правильно можно одевать маску. Тут можно и правильно одеться. И так стать. И такой, Аллилуйя. А Иисус спрашивает у тебя, а ты зависаешь в соцсетях часами? А потом говоришь, у тебя нет времени для меня или еще для чего-то. А там ты обманываешь, правда? А у тебя там с Андреем конфликт, правда? А ты такой, лучше споем Аллилуйя. А он такой, так подожди, так у тебя же там проблемы. Не меняй тему. Мы начали говорить о поклонении. Давай будем о поклонении. А вот в эту личную жизнь как бы лезть оно не очень мне нравится. Но ключевой выход. Иисус сказал, ты правду сказала. Почему дома, на работе ты не такой, как в церкви? Почему у тебя молитвенная жизнь полторы минуты? И тут мы приходим, как бы и опять же оцениваем церковь, других, кто у нас виноватый в духовной жизни. Почему ты живешь по настроению? Постоянно орешь, страдаешь объедением, нет отношений с детьми, пропадаешь в телефоне. И возмущаешься какой-то формой служения. Сначала наведи порядки в своей жизни. И не обманывай себя, что церковь тебе мешает. Матфея 7,5. Иисус Христос таким людям говорил. Лицемер. Вынь прежде бревной с твоего глаза. И тогда ты увидишь, что тебе мешает. Вы знаете, что Иисус Христос сегодня поклонникам говорит, с чего нужно начинать. Лицемер. В жизни ты не такой. Здесь ты поешь правильные песни. И там ты поднимаешь хорошо руки. И там ты поешь иногда слова правильные. В жизни ты не такой. Начнем тему поклонения с самого главного. И здесь, друзья, можно сказать, Иисус, Он был идеальный проповедник. Идеальный служитель. Но тем не менее, Он не смог всех людей сделать духовными. Почему? Иисус был лучший проповедник. Почему Он не смог людей сделать всех духовными? Потому что в итоге Его некоторые отвергли, не хотели слышать обличения и критику, не поверили свобода выбора у тебя. Ее дал Бог. Иисус Христос обличал эту женщину, но Его цель была не загнать ее в угол. Заметьте, Он ее не назвал проституткой. Он ей задавал вопросы и давал ей шанс самой делать выводы. как все сделано деликатно, как все с любовью. Как Иисус Христос обличал тогда. Вы знаете, что Дух Святой делает ту же самую работу сегодня. Одна из миссий Духа Святого на земле написано, Он придет на землю, чтобы обличить людей во грехе. И когда сегодня ты сидишь, рассуждаешь, чувствуешь что-то, слышишь что-то, у тебя всегда есть выбор сказать, давай лучше поговорим о духовной теме. Не трогай мою личную жизнь. А Иисус говорит, вся духовность и все поклонение именно оттуда и начинается. Выход, центральный урок вот в чем Христос сказал, правду ты сказал. Правду ты сказал. Когда бывает попадаешь в служение, в церковь на прославление и тут как-то поют и ты как-то, у тебя как-то оно не поется, как-то не молится, как будто оно как-то так смотришь так по сторонам, думаешь, не знаю, притворяться, переждать, что делать, как бы церковь менять, куда убегать. А оно же в принципе, друзья, суть в другом. суть в том, что иногда не получается это у тебя, потому что это противоестественно находиться в святом присутствии Бога в оскверненном греховном состоянии. И кажется, надо тут что-то менять всех, только не себя. Я знаю, что Иисус Христос дает центральный урок из этой беседы, что для Него, для тебя самое важное это личное отношение с Богом. Когда Он говорит о воде, и Он говорит о том, что эта вода должна сделаться источником внутри кого? Тебя. Лично. Эта вода должна давать тебе жизнь лично. Ты должен что-то такое иметь, понять, когда ты сам независимо от церкви, от формы служения, от прославления, направления и так далее. Вы знаете, когда настоящие герои веры сидели в тюрьмах за веру в Христа во времена гонений, у них не было церкви, у них не было и музыки, и микрофонов, ничего не было. И кажется, как жалко, они не могли поклоняться. Давайте будем честными. Они поклонялись в разы глубже, чем мы. Настолько глубоко поклонялись, что были готовы умереть за Христа. А мы предпочитаем спорить об формах. Помню, как один человек пришел и как-то начал мне спрашивать, а как ты понимаешь вот это местописание? Ну и я ему ответил, как я понимаю. Его была цель доказать мне, что я неправильно понимаю это местописание. И он так доказывал мне. И он спорил на основании Писания. Так смотрю на него и думаю, слышишь ты, самарянин, я тебя не трогал. Я тебе тут улыбнулся, в дверях стою, руку пожал. Кажется, ты что споришь? Но вы знаете, что мотивирует? Духовная тема. Духовная тема. Как местописание мы понимаем, что вы думаете об этом? Но зато он не знал, что я знал, что другие люди из-за него плачут. зато он на такие духовные темы заходит, местописания разбирает и воюет. А хочется спросить, местописание хочет так раз тему раз изменить и так раз спросить. так, чтобы аж телефон выпал с рук. И так сразу, а почему вы тему меняете? А научился у Иисуса. Вот он так с самарянкой разговаривал, я послушал со стороны, понравилось, вот так решил с тобой так поговорить. Так сразу, ты что, ну ты на духовные и я на духовные. Ты же спрашиваешь, как понимаешь местописание. И вот человека всю жизнь как будто бы одна борьба. Быть честным перед Богом. Просто честным, настоящим, искренним, честным. Вот почему Христос говорит о поклонении в духе и в истине. Знаете, друзья, когда человек это осознает, понимает, что такое поклонение в духе, в истине, как это начинается внутри, когда у тебя есть личные отношения с Богом, когда ты дома такой, как и в церкви, и на работе такой, как и в церкви, тогда, друзья, неважно, какую песню сейчас они будут петь. Сейчас они будут петь. Даже если ты слов не знаешь, даже если тебе мелодия такая песня, неудачная, ты так снова развалился, не от этого зависит твое поклонение, брат, друг, не от этого зависит поклонение, не от того, какое прославление в нашей церкви, не от того, какое прославление у них, у там, если даже у них его нету, какие песни со сборника, без, новые, старые, вот где оно начинается, внутри, вот там вся духовность, вот там, друзья, когда там происходит вот эта переплавка искренности, честности, тогда у тебя это только первый пункт, есть четыре, поэтому будут другие серии, но первое важно запомнить, не прикрывай свое состояние церковными недостатками, давайте мы поднимемся для молитвы, я хотел бы, друзья, чтобы сейчас перед нашей молитвой каждый из нас был честным перед Богом, и чтобы каждый сейчас услышал внутри голос Святого Духа, Господи, скажи, что должен услышать я, какой вопрос неожиданный, неудобный может быть задаст тебе Христос сегодня, и главное быть к Нему готовым и не опускать глаза от стыда, аминь. Субтитры создавал DimaTorzok